12 августа 1985 года самолет боинг 747 авиакомпании джал выполнял рейс по маршруту токио осака на борту самолета находилась 524 человека в 16 часов 50 минут боинг 747 вернулся в аэропорт ханеда выполнив очередной внутренний рейс джал 514 титосе токио самолет был дозаправлен экипаж в кабине остался тот же командир воздушного судна сидел в кресле второго пилота а в командирском кресле сидел второй пилот которого скоро должны были назначить командиром экипажа в 18 часов 4 минуты рейс джал 123 начал выруливать на взлетную полосу а спустя 8 минут лайнер вылетел из токио и взял курс на осаку 18 часов 24 минуты рейс джал 123 занял эшелон 240 как в это время самолет сотряс взрыв это был отрыв вертикального стабилизатора давление в салоне падает самолет начинает терять управление в кабине экипажа сработала сигнализация о резком падении давления в салоне пилоты пытались выяснить причину взрыва в хвостовой части самолета сопровождавшегося разгерметизации поскольку самолет продолжал лететь нормально экипаж не сразу понял насколько все серьезно командир предположил что сорвало створки шасси бортинженер сообщила неисправности гидросистем командир принял решение вернуться на обратный курс и подал сигнал бедствия второй пилот повернул штурвал вправо но самолет не слушался руля все четыре гидравлические системы вышли из строя а самолет стал неуправляемым через шесть минут после того как управление воздушным движением токио начала вести рейс 123 на экране диспетчера появился аварийный код ответчика 7700 командир сообщил диспетчеру о проблеме и намерении вернуться в аэропорт ханеда и снижение до высоты 6600 метров диспетчер сообщил командиру о том что все просьбы будут выполнены и дал радарный вектор на асиму 18 часов 28 минут срабатывает аварийная сигнализация открыта дверь номер пять к 18 часам 33 минутам двигатели лайнера еще подчиняются командам пилотов командир предпринимал все чтобы повернуть рейс 123 на обратный курс но лишенные келя самолет с возрастающей амплитудой продолжал раскачиваться по всем трем осем самолет продолжал лететь и одновременно то набирать высоту то резко снижаться при этом раскачиваясь то вправо то влево пилоты пытались управлять самолетом при помощи двигателей хотя это было трудно дифференцируя тягу левых и правых двигателей экипажу удалось повернуть самолет на восток и рейс 123 лег на курс благоприятный для посадки в аэропорту ханедо когда самолет поравнялся с горой фудзияма пилоты попытались повести его на снижение однако скорость резко выросла и чтобы ее уменьшить пилотам пришлось аварийно выпустить шасси 18 часов 41 минуту на высоте 6600 метров самолет стал полностью неуправляемым и сделал круг радиусом 4 километра отчаянными усилиями командир удалось вернуть самолет на прежний курс экипаж использовал всю мощность двигателей чтобы набрать высоту но самолет начал произвольно кабрировать и стремительно падать пролетев над полуостровом идзу и заливом суруга лайнер на скорости 173 километров в час проследовал в северо-западном направлении экипаж до самого конца пытается держать управление самолетом пытаясь избежать столкновения с горой командир увеличил тягу двигателей но эффект оказался противоположным ожидаемому самолет резко задрал нос вверх едва не свалился в штопор и все-таки используя максимальную тягу двигателей и выпуск закрылков от аварийной электросистемы экипажу удалось выровнять самолет но успех оказался временным неуправляемый авиалайнер вновь опустил нос и устремился прямо на ближайшую вершину горы скорость снижения увеличилась командир воздушного судна приказал выпустить закрылки и прибавить обороты двигателем самолет снова выровнялся но на этот раз катастрофа была неизбежна правое полукрыло лайнера задела верхушки деревьев и оторвалась после чего боинг 747 опрокинулся на брюхо и на большой скорости врезался в лесистый склон горы такомагахара на высоте 1565 метров над уровнем моря в 100 километрах к северо-западу от токио в результате удара склон горы лайнер полностью разрушился его обломки разлетелись на расстоянии до 5 километров тут же вспыхнул пожар столб густого черного дыма поднявшийся над горой позволил довольно быстро установить точное место катастрофы первым место крушения обнаружил самолет си 130 ввс сша спустя 20 минут после катастрофы и передал координаты японским спасателям но из-за склона горы в 45 градусов и из-за пожара бушевавшего практически на всей площади расположения обломков командир экипажа спасательного вертолета не смог осуществить посадку и принял решение вернуться на базу только через 14 часов после катастрофы на место падения рейса 123 все же прибыла команда спасения японских сил самообороны она обнаружила четырех выживших людей пострадавших от переохлаждения возможно если бы спасатели прибыли раньше то число выживших было бы значительно больше в ходе дальнейших поисковых работ были найдены оба бортовых самописца а также было обнаружено большое количество записок пассажиров в которых они прощались семьями и родственниками расследованием причин катастрофы рейса jal 123 занялась японская комиссия по расследованию авиационных происшествий в ходе расследования было установлено что 2 июня 1978 года боинг 747 заканчивал рейс jal 115 по маршруту токио осака ударился хвостовой частью а взлетную полосу аэропорта осаки в результате чего был поврежден хвостовой герма шпангоут переборка отделяющая хвостовой пассажирский салон лайнера в котором поддерживается примерно постоянное давление воздуха от негерметичной хвостовой части самолета в процессе проведения ремонта не были выполнены технические условия предусмотрены компанией боинг согласно которым предписывалось произвести укрепление поврежденных половинок герма шпангоута с помощью цельной пластины усилителя закрепленной тремя рядами заклепок при наборе высоты во время выполнения рейса jal 123 ослабленный герма шпангоут не выдержал давление и разрушился при этом перебив трубопроводы гидравлических систем вырвавшийся из салона под большим давлением воздух поступил в полость вертикального оперения не рассчитанного на такую нагрузку и это привело к отрыву вертикального стабилизатора и потери управления авиакомпания japan airlines приняла на себя часть ответственности за катастрофу так как должным образом не проверила отремонтированный самолет президент авиакомпании я сумо то тагаки подал в отставку а начальник технической службы авиакомпании джал в аэропорту ханеда покончил жизнь самоубийством